Около 240 мигрантов погибли у берегов Ливии в результате крушения двух надувных лодок с беженцами. Тела многих погибших не найдены до сих пор. Как сообщает BBC, о крушении в агентство сообщили выжившие, которых выбросило на берег итальянского острова Лампедуза. Сразу же после поступления сигнала бедствия, несмотря на четырехбальный шторм, в Сицилийском проливе была проведена операция по спасению. 29 человек удалось спасти. Большинство из них – выходцы из Гвинеи. При выполнении планового полета по доставке гуманитарной помощи в один из населенных пунктов Сирии совершил вынужденную посадку вертолет ВКС России. ЧП произошло в 40 километрах с северо-западнее Пальмиры. Во время осмотра вертолета экипажам на земле место приземления подверглось минометному обстрелу боевиков. По данным Минобороны России, хотя вертолет был обстрелян, однако экипаж машины не пострадал. Ранее о гибели российских летчиков при обстреле вертолета в Сирии сообщили террористы ИГИЛ. В Сирии погиб 38-летний Сергей Морозов, помощник депутата Государственной думы от ЛДПР Михаила Дегтярева. При этом в вооруженном конфликте на сирийской территории Морозов выступал в качестве наемник одной из российских частных военных компаний, сообщает Реутерс. Сообщается также, что россияне умерли в боях за Пальмиру, которая находилась под контролем террористической организации Исламское государство. Два сопредседателя прокурской оппозиционной партии «Демократия народов» задержаны турецкими властями. Вместе с партийными лидерами арестованы по меньшей мере пятеро депутатов парламента от ПДН. Хотя агентство Реутерс сообщает об 11 арестованных, политики арестованы в рамках расследования дела, связанного с терроризмом. Аресты депутатов стали возможны после того, как президент Турции одобрил спорные поправки Конституции, позволяющие лишать неприкосновенности членов парламента на основании запросов прокуратуры. Украинское предприятие «Укргаздобыча» начало добычу сланцевого газа методом фрейкинга, чтобы ослабить зависимость страны от поставок российского газа. Об этом передает ТАСС. Работы по бурению первой скважины были проведены в сотрудничестве с европейскими партнерами, поскольку у страны нет большого опыта в бурении сланцевых пород. При этом не указывается, где именно была пробурена скважина. Украина располагает 128 триллионами кубических метров сланцевого газа и занимает четвертое место по запасам в Европе. Тем временем противники фрейкинговой добычи сланцевого газа утверждают, что такие действия угрожают заражением питьевой воды и могут вызвать сильнейшие землетрясения. Казахстанские новости. КНР выступает в качестве основного инвестора республики, подчеркнул Назарбаев. ТАРАЗ накрыл сильный ураган, в результате чего повалены десятки деревьев, разрушено здание университета и сорваны крыши нескольких десятков домов. Сильнейший ураган разогрался ближе к вечеру. По городу повалены десятки деревьев. Некоторые из них упали на автомобили на проезжих частях. Также в городе нет уличного освещения. Некоторые светофоры не работают. Отметим, что на местах падения деревьев на машины работают аварийно-спасательные группы из числа ДЧС. На данный момент известно от трех граждан, получивших различные телесные повреждения в результате неблагоприятных метеоусловий, которые находятся в городской больнице Тараза. И к местным новостям. Обвиняемые в совершении терактов в Актюбе в суде раскаялись, что поддались на призывы главарей. В специализированном Межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области продолжается рассмотрение дела об июньских терактах. Об этом сообщает пресс-служба Актюбинского областного суда. Начиная с 31 октября суд приступил к допросу подсудимых. На сегодня судом допрошено 13 из 29 подсудимых, в том числе 9 человек, обвиняемых в участии в террористическом акте и четверо в недонесении о преступлении. Отсутствие питьевой воды, газа, жилья и работы – вот основные четыре темы, которые актюбинцы чаще всего поднимают при обращении в общественные приемные. Накануне население в здании партии Нур-Отан принимал заместитель Акима области Бексары Жанабай. По его словам, сейчас в области реализуются более 20 проектов, связанных с проведением газа и водопроводов в ряд населенных пунктов региона. Сайт www.riktv.kz – самые актуальные новости, самые интересные темы.